МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. О главном из столицы России глава Чувашии принял участие в оглашении послания президента России Федеральному собранию и посетил в Москве международную выставку «Транспортная неделя». Безопасность пешеходов. Подземный переход у МТВ-центра, возможно, достроят к Новому году. Крестиком и гладью книгу о Чувашской вышивке презентовали в Национальной библиотеке. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в традиционном оглашении послания президента России Федеральному собранию. Церемония проходила в Георгиевском зале Кремля. В своем комментарии журналиста Михаил Игнатьев отметил, что глава государства четко обозначил достижения и существующие проблемы. Поставил перед органами власти и обществом конкретные задачи. «Было обозначено президентом России, как мы должны дальше оказывать услуги нашим жителям в социальной сфере. Это сфера образования, сфера здравоохранения, физическая культура и спорт, сама культура и вообще культура производства. Четко обозначил, насколько сегодня на рынке востребованы рабочие силы. Это простые рабочие, простые земледельцы, инженеры с соответствующим образованием. Ибо с точки зрения темы импортозамещения мы должны сами производить. Вот эти санкции должны нас простимулировать. Отмечено было, насколько на сегодняшний день контроленадзорные органы сдерживают развитие предпринимательства, сдерживают вложение частных инвестиций в разные проекты. И тем самым я просто для себя душевно, очистиваю сердце, хочу сказать, воспринял его слова, потому что он сказал так. Три года, когда организация коммерческая ведет себя открыто, без серых схем, поднимает свою деловую репутацию, после истечения трех лет, когда у этой организации деловой климат со стороны контроленадзорных органов нет таких обосновывающих аргументированных претензий, то в течение три года дается вообще амнистия. Никто не имеет права проверять. Конечно, надо механизм вырабатывать. И с этой точки зрения я хочу сказать, кто честно ведет сегодня свой бизнес для российской экономики, для повышения качества жизни россиян, те получат дополнительные преференции и льготы, чтобы они были уверены завтрашнем дне, чтобы они вкладывали свои заработанные финансовые средства, создавали высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие места. Также чувашская делегация приняла участие в международной выставке «Транспортная неделя». В течение семи дней в Москве будут презентовать инновационные разработки отрасли. А сегодня эксперты, руководители предприятий и главы регионов собрались на деловой завтрак. Участники выставки обсудили, какие проекты предстоит реализовать в стране в ближайшее время и какой они принесут эффект. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Инновационные разработки, которые должны в ближайшее время встать на рельсы, взлететь в воздух и отправиться в плавание по морям, в эти дни представлены в Москве, на территории гостиного двора. Сегодня здесь открылась международная выставка «Транспортная неделя-2014». Она проходит уже восьмой год подряд, а в этот раз под девизом «Транспорт, меняющий мир». На международной выставке многие регионы представили свои перспективные проекты. Живашская республика подготовила план будущей объездной дороги. Эта магистраль будет дублировать существующую федеральную трассу. Новую дорогу протяженностью 20 километров проложат от Горьковского поворота до села Абашево. Трасса в районе города Чебоксар, она очень загружена. К 2020 году, или же на сегодняшний день, 44 тысячи машин в сутки проезжают через этот участок дороги. Это очень большая цифра, поэтому нам нужна и необходима объездная дорога, которая будет проходить глубоким обходом мимо города Чебоксара, населенных больших пунктов Большие Карачуры, Лапсары и Кугесии. Субъектам федерации поставлена задача перевести общественный транспорт на газомоторное топливо. В ближайшее время республика планирует закупить еще 12 автобусов, работающих на газе. В то же время в регионе намерены построить специальные компрессорные станции для заправки машин. В принципе, на сегодняшний день в Чувашской республике только одна газонаполнительная станция, мощность которой 500 автомашин, она задействована пока на 10%. Поэтому у нас пока есть еще в городе для того, чтобы эту тему развивать и приобретать технику. Но в любом случае на сегодняшний день необходимо построить сеть газонаполнительных заправок. Мы должны довезти в город Чебоксары 30 до 30% пассажирского автотранспорта и коммунальной техники, а в городе Новочебоксарск до 10%. Но уже понятно, что одних компрессорных станций региону будет недостаточно. Альтернативу им уже создали. Заправить машину газом возможно с помощью вот такого устройства. Причем эта установка подключается даже к магистральной сети бытового газа. Это устройство, которое подключается к сети низкого давления. И за счет подключения и подключения к автомобилю происходит прямая заправка автомобиля прямо дома в течение, допустим, каких-то ночных часов или нескольких часов вечера, когда машина заправляется у коттеджа. То же самое, только чуть покрупнее, существуют установочки, такие же, которые можно размещать в крупных предприятиях или, допустим, на территории предприятия агропромышленного комплекса, когда, значит, тот же самый какой-то комбайн или, значит, сельскохозяйственная техника будет заправляться, значит, от сети низкого давления. У нас республика газифицирована на 100% практически. Значит, прямо, значит, шаговой доступности от места выполнения своих работ. Ну, а подобные выставки дают толчок инновациям. Эксперты говорят, что транспортная отрасль в них нуждается, как никогда. Митрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы. Ну, а в Чувашии работа над посланием главы республики к Государственному совету все еще продолжается. В подготовке послания, как правило, участвуют все жители республики. Что волнует их больше всего, выясняла наша съемочная группа у посетителей национальной библиотеки. Ну, хотелось бы всегда, чтобы государство больше думало о молодежи. И ведь это будущее нашей страны. Тем самым, как бы, ну, улучшать жилищные условия – это, конечно, всегда вопрос. И по детским садам тоже вопрос возникает. С полутора лета ребенка невозможно отправить в Чебоксарах, вот сейчас в садик, в настоящее время. Поэтому, хотя вроде весной обещают, но это уже ребенку будет за два года. Хочется пораньше отправиться. Я думаю, культурная среда важна для молодежи сейчас. И спортивная. Главой республики я бы хотела, чтобы было озвучено больше внимания уделять сельскому хозяйству. Он, как специалист сельского хозяйства, знает нужду сельского хозяйства. Я в этом уверена. Вот иначе, если не помогать сельскому хозяйству, много будет предприятий банкротов. В том числе и наше предприятие обанкротилось. Поэтому я все знаю изнутри. Когда я работала в сельском хозяйстве, субсидирование обещали, например, за освоение залежных земель, достаточно сумму приличную. А в итоге мы получили всего-то 10%. Это очень малая сумма. Потом, во время засухи в 2010 году, наше предприятие вот именно ослабло в этот период. И, соответственно, вследствие чего потом пришло банкротство. Ну, чтобы было, где ставить машины, где-то путь в городе. Чтобы на тротуары не ставили, около подъездов не ставили. Потому что по тротуару ходили, а где я ходить буду? Завтра в Чебоксаре с рабочим визитом прибывает полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он проведет здесь заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества. А также обсудит работу по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсию заседания Общественного совета смотрите в нашем эфире завтра в 18 часов 30 минут. Рабочая группа по оказанию помощи гражданам Украины, которые вынужденно покинули места проживания, обсудила текущее положение дел и нерешенные проблемы. Последних, кстати, практически не осталось. К числу проблемных можно отнести ситуацию с невыплатой зарплаты. Двое украинских переселенцев вместе с другими сотрудниками ЗАО «Промтрактор» в Канаше не получили вовремя октябрьскую заработную плату. С выдачей ноябрьской тоже есть проблемы. К сожалению, такие проблемы на всех предприятиях концерна, заметил Иван Моторин. Предложение одно – отработать с собственниками и все-таки более пристально, наверное, инспекции по данным предприятиям обращать внимание, так как на протяжении последнего, наверное, полутора-двух лет ситуация в лучшую сторону, к сожалению, не двигается. Компенсация затрат, связанных с обустройством и поддержкой граждан Украины, проживающих в пунктах временного размещения и в семьях, в республику поступают регулярно. Есть вопросы, связанные с программой переселения соотечественников. На сегодняшний день по этой программе у нас предусмотрено в бюджете две графы, то есть 33,8 тысяч – это на медицинскую помощь и 395,5 – на жилищное обустройство. На сегодняшний день по состоянию на 4 декабря поступило 108 заявлений, 240 человек с членами семьи на участие в программе. Выдано на сейчас 26 свидетельств или 69 человек. На сегодняшний день из федерального бюджета получена сумма 83 900 рублей. То есть вот эти средства сейчас подлежат к распределению. По словам начальника управления Федеральной миграционной службы Виталия Черничкина, сумма, предназначенная для поддержки этой категории переселенцев, поступит в конце года в полном объеме. На следующий год республика также должна определить, сколько средств понадобится на реализацию программы переселения соотечественников. Кроме того, на совещании обсудили другие вопросы, связанные с организацией жизни вынужденных переселенцев и особенно их трудоустройством. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Шанс, что подземный переход около МТВ-центра откроют к Новому году, еще есть. Работы здесь затянулись, но, по словам главы столичной администрации Алексея Ладыкова, если город заплатит подрядчику 20 миллионов рублей, то к концу года объект будет сдан. Наши коллеги из пресс-службы главы администрации города лично оценили ситуацию. Сделать все возможное, чтобы сдать к 24 декабря. Именно такая задача была поставлена главой администрации города Чебоксары Алексеем Ладыковым во время выездного рабочего совещания на месте строительства подземного пешеходного перехода у торгового комплекса МТВ-центр. Горожане уже успели обратить внимание, что работы продолжаются намного дольше, чем было заявлено изначально. Но, как заверил глава администрации города, проблемы имеются, но они решаемы. Для того, чтобы эти работы своевременно выполнить, необходимо найти средства для подрядных организаций. Вот мы сейчас обсудили техническую возможность. Я думаю, что администрация города сможет решить этот вопрос до конца недели, если подрядная организация получит нужное финансирование, на сегодняшний день это 20 миллионов рублей, тогда будет обеспечена своевременная поставка материалов и есть все шансы для того, чтобы в этом году этот пешеходный переход стать. На сегодняшний день еще не завершены бетонные работы на выходах из подземки. Рабочим предстоит обложить гранитным камнем оба выхода, установить металлические конструкции, покрыть их сверху поликарбонатом и провести работы по благоустройству прилегающей территории. Если все подрядные организации сработают по четкому плану администрации города, то жители столицы смогут идти за новогодними подарками по новому пешеходному переходу. Вопрос реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Чувашии возник уже довольно давно. Сегодня на рабочем совещании у председателя Кабинета министров Ивана Моторина снова обсуждали эту тему. Тема создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» муссируется уже несколько лет. За это время несколько раз менялась концепция застройки, появлялись и исчезали инвесторы. В данный момент реализуются два инвестиционных проекта. Этноэкологический комплекс «Амазония» в столичном парке «500-летие Чебоксар» и «Ясна» в Чебоксарском районе. Причем первый рассматривается как начало маршрута «Великий Волжский путь», второй – как его продолжение. Общая площадь застройки почти 250 тысяч квадратных метров, стоимость более 7,5 миллиардов рублей. Были внесены изменения, во-первых, в проект «Этническая Чувашия», дополнительно включены два объекта. Это гостиница, строящаяся сейчас на улице Карла Марса, Ибис. И наш долгоиграющий проект «Одис отель», который в свое время назывался по-другому, но сегодня это проект «Одис отель». Включены были инфраструктура, которая планируется финансироваться, в том числе за счет федеральных и софинансирования республиканских средств. Обозначены новые сроки. Новые объекты должны подключиться к финансированию уже в 2015 году, для чего необходимо поторопиться с получением экспертных заключений. В остальном работа по созданию живого музея истории и культуры чувашского народа идет полным ходом. Проложены системы водоснабжения, сети канализации, установлены сухие и мокрые колодцы с гидрантами, подводки к будущим гостевым домикам. Установлена скважина. Сегодня проложена линия высокого давления, подведена линия к этноэкологическому комплексу «Ясна». Проведены работы по разбитке осей внутри комплекса. И в настоящее время ведутся работы по прокладыванию сетей газоснабжения низкого давления, протяженность более 1700 метров и установке газораспределительного пункта. На совещании также затронули тему развития туристического рекреационного кластера «Чувашия. Сердце Волги». Это автотуристский кластер, который по сути является логическим продолжением этнической Чувашии. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Теперь уже бывший начальник отдела исправительной колонии номер один обвиняется в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, мужчина занимался материально-техническим обеспечением и сбытом продукции Центра трудовой адаптации исправительной колонии. И, видимо, решил на этом подзаработать. Как следует из материалов уголовного дела, с декабря 2012 по март текущего года обвиняемый в семь траншей получил от директора одной из местных коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 182 тысяч рублей за незаконное способствование заключению из проездной колонии государственных контрактов на поставку товара для государственных нужд именно с этой фирмой. Также обвиняемый информировал поставщика о предложениях других участников конкурса, то есть его конкурентов. Это помогло руководителю фирмы выиграть аукцион. После очередного транша в размере 136 тысяч рублей сотрудник колонии договорился с директором фирмы-поставщика о получении еще 110 тысяч рублей. Сотрудника колонии задержали. Бывший начальник отдела колонии находится под домашним арестом. Уголовное дело рассматривает суд. Если вина сотрудника колонии будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы и многомиллионный штраф сообщают в следственном управлении Следственного комитета. Дом окнами в детство. Так назвали конкурс декоративно-прикладного искусства среди детей с ограниченными возможностями здоровья сами участники. Церемония награждения юных дарований прошла в библиотеке имени Толстого города Чебоксары. Валеные игрушки, сказочные герои из соломы, глиняные ангелочки и самодельная шахматная доска. Все эти поделки сделаны руками детей-инвалидов. 129 воспитанников коррекционных школ республики приняли участие в творческом состязании. Писер, вышивание, плетение, резьба по дереву, вырезание лобзиком, валяние, потом декупаж, аппликации. То есть, видите, направления были очень-очень-очень разные. Номинация «Библиотека моей мечты» – это работы, которые были посвящены именно нашей библиотеке в связи с тем, что наша библиотека исполнилась нынче 55 лет. «Читать – значит творить». Эти работы были посвящены по произведениям любимых своих сказочных героев. Любимым сказочным героем посвятили свою работу Кристина и Таня. Добро всегда должно побеждать зло, считают девочки. Поэтому и конец у знакомой с детства сказки они изменили. Мне вообще эта сказка нравится тем, что все звери в ней дружелюбные, они с удовольствием делятся своим кровом. И, как вы заметили, медведь у нас там тоже маленький. Это сделано специально, чтобы он не разрушил, так сказать, дом, сказку. Декоративно-прикладное искусство не только приобщает детей к творчеству, но и развивает их когнитивные способности. Кроме того, большое количество работ – результат коллективного творчества. Таким образом, дети приобретают навыки общения, столь необходимые им в будущем. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. В Чувашии работает всего один детский сад для детей с нарушением зрения. В 137-м садике компенсирующего вида занимается 129 воспитанников. И вот совсем скоро здесь будет открыта новая группа. Это удастся сделать благодаря программе «Модернизация дошкольного образования». На реконструкции оборудования нового помещения было выделено полтора миллиона рублей. Все строительные и ремонтные работы завершены. Остается только получить, дополучить мебель. И группа будет уже готова для открытия и для принятия наших будущих малышей. Ребенок в окружении сверстников с таким же недугом не видит ничего необычного. Ношение очков, заклеек, проведение лечебных процедур, коррекционно-развивающих упражнений. А мы, взрослые, стараемся окружить заботой и вниманием, сделаем все возможное, чтобы улучшить зрение ребенка, вселить надежду, рассеять сомнения, веру в свои силы, уверенность, что ты все умеешь, у тебя все получится, что ты такой же, как все. И, как правило, у нас это получается. Если за последние три года мы выпустили 102 ребенка, из них при поступлении 40 детей были потенциальным кандидатом в школу слепых и слабовидящих, а попали туда 12 детей. И мы гордимся этим. Народный мастер, заслуженный работник культуры Чуваша Евгения Жачева всю жизнь посвятила популяризации национальной вышивки. Из года в год она организовывает кружки по вышиванию, выпускает специальные пособия. На этот раз вместе с ученицей они подготовили своеобразный учебник для учащихся с 1 по 8 класс. Книгу «Чувашская вышивка» в школе презентовали в Национальной библиотеке. Чувашская национальная вышивка богата своей историей, сюжетами и красками. Всего в наших узорах насчитывалось более 500 символов и швов. Сейчас известны 32 шва и около 40 их разновидностей. Каждый шов имеет свое декоративное значение. Прежде чем вышивать, надо сначала аппликацию, надо детей учить аппликацию, потом рисование по клеткам, а уже потом вышивки они очень хорошо перейдут и очень хорошо усвоят. Вот это вот наше наследие, наша культура, чтобы она стала живой, чтобы люди не забыли, наши дети не забыли. По этой книге новички могут обучиться тонкому мастерству вышивания, увидеть, что из себя представляет тот или иной узор, узнать его значение. На презентации также собрали целую экспозицию изданий «Мир чувашской вышивки». Мы хотели, чтобы именно дети, которые живут, проживают в нашей республике, они с начальных классов уже узнавали эту технологию, использовали ее свои на занятиях по технологиям. Но, к сожалению, наверное, не все учителя еще пользуются чувашской вышивкой школе. Это связано с тем, пока если сам человек не знает эту технику, значит он не сможет ее преподносить к детям. Очень мы надеемся, что все-таки чувашскую вышивку будут преподавать в каждой школе. По словам авторов, в следующем году планируется выставка вышивок различных народов, организация обучения технологии вышивания в сети интернет. Анастасия Алангина, Светлана Алекимова, Расиль Мухаммедов, Республика. Последние годы специальность инженера возглавляет рейтинги самых востребованных профессий. И в ближайшее время, судя по всему, ничего не изменится. Это к сведению выпускников, которым самое время определяться со своим будущим. О том, где готовят высококвалифицированных инженеров в Чебоксарах, смотрите далее. А я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До свидания. Что нам стоит дом построить? Ответ на этот вопрос точно знают здесь, на строительной факультете Чувашского государственного университета. В отличие от стихотворения, все не так просто. Однако, тот, кто получит заветный диплом в жизни, точно не пропадет. В Чуваший строительный комплекс – один из важнейших в структуре экономики республики. В этой сфере зарегистрировано более 2500 предприятий, которым постоянно нужны квалифицированные кадры. Ну а выбор профилей на факультете большой. Факультет создан в 1978 году и всего существует 37-й год. Выпущено более 5000 специалистов строительной отрасли. Мы подготовили специалистов по промышленному и гражданскому строительству, сельскохозяйственному строительству. В связи с введением новой системы обучения, введением бакалавриата, мы начали готовить специалистов по направлению строительства. Это профили промышленного и гражданского строительства, теплогазоснования, вентиляция, проектирование зданий, строительство автомобильных дорог и сметное дело. Кроме того, здесь готовят по специальности уникальные здания и сооружения и бакалавров по профилю стоимостной инжиниринг. А направление проектирования зданий и сооружений, пожалуй, лучше всего демонстрирует. Расчеты и чертежи могут сочетаться с творчеством. Наши студенты изучают дисциплины, связанные с архитектурой, объемно-пространственной композицией. Также есть дисциплины технического профиля. Это дисциплины, которые изучают конструктивные системы зданий, железобетонные конструкции, металлические конструкции. Взаимосвязь вот этих составляющих, техническая и такая творческая, она очень помогает нашим выпускникам быть востребованным. Чтобы стать первоклассными специалистами, у студентов факультета есть все – преподавательский состав, современное оборудование, компьютерный класс и программное обеспечение. Наш факультет участвует в проекте «Кадры для региона», который проводит Министерство образования и науки Российской Федерации. За это время у нас модернизировалась лабораторная база факультета. Более 20 преподавателей повысили квалификацию в Пензе, Москве, Казани, Питере. И все это, конечно, отразилось на качестве преподавания. Рабочие программы актуализированы. Учиться на самом деле здесь не совсем просто, но очень интересно. Я думаю, что это востребованная профессия, и после того, как окончишь вуз, работа всегда найдется. Мы совмещаем учебу и спорт. Мы проектируем во главе с нашим деканом и преподавателем бассейн для наших студентов. Строительство – это всегда актуально, потому что строительство было раньше и будет всегда. Строилось, строится и будет строиться. Чаще всего не выпускникам приходится искать работу. Наоборот, работа сама находит выпускников. Факультет сотрудничает с крупными строительными проектными организациями. Так что к старшим курсам, как правило, студенты уже начинают строить свою карьеру. Во всех смыслах. Субтитры создавал DimaTorzok